Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Когда я в одиночестве покидал Индию в 1965 году, я боялся, что столкнусь со многими трудностями. Индийское правительство не позволило мне вывезти из страны какие-либо средства, так что я приехал, имея при себе всего несколько книг и сорок рупий. Со всем этим я прибыл в Нью-Йорк, а это было милостью Гуру Махараджи и Кришны. Все происходит по милости Кришны и духовного учителя. В чайтане Чаритамрити утверждает, что милость Кришны и милость Гуру неотделимы друг от друга. В этом секрет успеха движения сознания Кришны. Кришна всегда в нас. Следовательно, Ему известно все о наших намерениях, и потому Он дает нам возможность действовать так, как мы решили. Кришна дает нам разум, необходимый для того, чтобы стать очень удачливым бизнесменом, популярным политическим деятелем или хитрым человеком, чтобы мы могли заработать деньги и наслаждаться. По меркам материальной жизни многие люди становятся великими. Они начинают без гроша в кармане и вскоре волей и судьбы становятся миллионерами. Однако мы не должны думать, что они достигают такого успеха благодаря своим собственным ничтожным усилиям. Не имея разума, никто не может совершенствоваться, а разум дает Кришна. В Бхагавадгите Кришна утверждает, что в форме сверхдуши Он пребывает в сердце каждого, и по Его воле человек может помнить, и по Его воле может забывать. Кришна дает забвение и память в соответствии с желанием живого существа. Если мы хотим забыть Кришну и наслаждаться материальным миром, Он даст нам такой разум, и мы сможем навсегда забыть о Нем. Многие думают, я могу прекрасно наслаждаться этим материальным миром. Здесь все так чудесно проводят время, почему бы и мне не наслаждаться, как они? Но это иллюзия, потому что в материальном мире нет настоящего наслаждения. Подобную президенту Кеннеди можно занять очень высокое положение. Можно быть очень красивым, очень знаменитым, очень умным и очень образованным, Очень богатым и очень влиятельным. Можно иметь красавицу-жену и детей, и занимать самый высокий пост в стране. Но в любой момент нас могут застрелить. Такова природа материального мира. На каждом шагу нас подстерегают опасности. Здесь невозможно наслаждаться беспрепятственно. Даже когда удовольствия заработаны, они заработаны ценой долгой борьбы и жертв. И более того, любое удовольствие приходящее, Так как в материальном мире нет такого удовольствия, Которое могло бы доставлять нам постоянное и нескончаемое наслаждение. Это может дать нам только Кришна. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, Что если живое существо оставит эту бессмысленную материальную деятельность И предастся ему, Это будет для него благом. К сожалению, людей в этот век Так привлекает блеск материальной природы, Майи, Иллюзии, Что они не торопятся предаваться Кришне. Более того, Кришна обещает, Что любого, кто предастся ему, Он защитит от всех последствий его грехов. Но все же люди Так привязаны к материальному миру, Что не могут решиться на это. Они всегда боятся, Что, предавшись Кришне, Потеряют что-нибудь, Как, например, Я боялся, Что потеряю свою семью, Если поеду на запад проповедовать. Но Кришна так милостив, Что, забирая что-либо, Вознаграждает тысячекратно. Духовный учитель Так же очень милостив, Потому что ходит от двери к двери, Ездит из страны в страну, Из города в город, И просит, Уважаемые дамы и господа, Дорогие юноши и девушки, Пожалуйста, Примите сознание Кришны. Так он занимается Самым сокровенным служением Кришне. Кришна — Верховный Господь, Который выражает свою волю, А Духовный учитель Выполняет его волю, Поэтому Духовный учитель Очень дорог Кришну. Ему безразлично, Куда пошлет его Кришна, В рай или в ад. Для Духовного учителя, Чистого преданного, Нет разницы между раем, И адом, Если там нет сознания Кришны. В аду люди обречены терпеть Всевозможные страдания, А в раю им доступны Всевозможные чувственные наслаждения. Но преданный Господа может жить В любом месте, Где есть сознание Кришны. А так как это сознание Всегда с Ним, Он всегда Самоудовлетворен. Если его пошлют в ад, Он будет вполне доволен, Просто повторяя Харе Кришна. На самом деле, Он верит не в ад, А в Кришну. Аналогичным образом, Если он попадет в рай, Где так много возможностей Для удовлетворения чувств, Он также останется Безразличным к этому, Потому что его чувства Удовлетворяет сам Кришна. Таким образом, Ради служения Кришне Преданный готов отправиться Куда угодно, А потому он Очень дорог Кришне. Отрекшиеся от мира Философы и имперсоналисты Говорят, что этот мир Нереален И что только безличный Брахман истинен. Но если их попросить Пойти туда, Где все заняты Материальным удовлетворением чувств, Они откажутся Из страха попасть Под влияние этих условий. Но для человека, Сознающего Кришну, Это нетрудно. Он не побоится Идти куда угодно, Потому что отдал себя В распоряжение Кришны И находится Под его покровительством. Поэтому, Когда преданные Встречаются там, Где нет сознания Кришны, Это не беда, Так как они используют Эту возможность Для того, Чтобы петь Харе Кришна И наполнить это место Сознанием Кришны. Такую возможность Такую возможность Нельзя упускать. Совсем не обязательно Запираться в комнате И повторять Мантру в одиночестве. Великий мудрец Нарада Это космонавт, Путешествующий По всей Вселенной. Если бы он захотел, То мог бы жить На самых высших планетах, Но иногда он Отправляется в ад И проповедует там. В этом Величие слуги Бога. Им всегда движет Любовь Кришни И его неотъемлемым Частицам. Основополагающий принцип Преданного служения Чистая любовь Кришни. В каком бы положении Не находился преданный, Будь он другом, Слугой, Родителем Или возлюбленным Кришны, Его служение Не обусловлено, Так как сознание Кришны Не зависит Ни от каких Материальных условий. Оно трансцендентно И никак не связано С гунами материальной природы. Преданный Не побоится Отправиться Куда угодно, Поэтому все Материальные условия Для него одинаковы. В материальном мире Мы можем говорить, Что одно место лучше, А другое хуже. Но преданный, Как уже говорилось, Далек от этих Надуманных оценок. Для него плох Сам принцип Материального существования, Так как материальное Существование Подразумевает Забвение Кришны. На нейтральной стадии Преданности Человек может Придавать Большее значение Безличному излучению Существование Кришны. Частичное осознание Бога В его безличном аспекте Или в аспекте Сверх души Дает возможность Развить Благоговение Перед Господом. Но когда человек Вступает В близкие отношения С Кришной Как со своим Другом Господином Сыном Или возлюбленным Это благоговение Исчезает. Личные отношения Безусловно Более высокая ступень Чем безличное Осознание И осознание Сверх души Параматмы. Нейтральная концепция Подразумевает Понимание Человеком Своего Качественного Единства С Абсолютной Истиной. То есть Осознание Того, что Он является Неотъемлемой Частицей Всевышнего. Это Безусловно Правильное Понимание. Потому что Когда человек Устанавливает Личные отношения С Кришной Становясь Его слугой Он начинает В полной Мере Сознавать Величие И богатство Верховного Господина. Тот, кто Осознает, что Господь Во всей Полноте Обладает Шестью Достояниями По-настоящему Начинает Служить Ему. Служение Господу Начинается Как только К человеку Приходит Понимание Величия Кришны И Его Превосходство Над собой. Понимание Величия Бога Еще больше Углубляется В процессе Трансцендентного Служения Ему. Человек, Который Служит Господу Ради Удовлетворения Чувств Господа Сам Получает Удовлетворение Потому что Кришна Это Сверхдуша А Индивидуальное Живое Существо Его Неотъемлемая Частица Если Кришна Доволен То И живое Существо Будет Чувствовать Удовлетворение Когда Удовлетворен Желудок Все Остальные Части Тела Тоже Удовлетворены Так Как Они Получают Питание От Желудка Когда Один Из Моих Духовных Братьев В Очень Жаркий День Начал Обмахивать Апахалом Нашего Гуру Махараджу Тот Спросил Его Почему Ты Вдруг Стал Обмахивать Меня Юноша Ответил Потому Что Если Будете Довольны Вы То И Мы Все Будем Довольны Таков Принцип Нам Не Нужно Стараться Удовлетворять Свои Чувства Отдельно Мы Должны Стараться Удовлетворить Чувства Кришны Тогда Удовлетворение Придет К нам Само Собой Человек Сознающий Кришну Всегда Старается Доставить Удовольствие Кришне И Это Знаменует Начало Сознания Кришны Согласно Безличной Концепции Бог Не И И И И И И И И Тормы Поэтому Нет И Возможности Удовлетворять Его Чувства Но Тот Кто Видит В Кришне Своего Господина Может Служить Ему Дорогие Радиослушатели Продолжение Чтения Книги О Божественной Милости Бхакти Виданты Свами Прабхупады Наука Самоосознания Слушайте Слушайте В этом